Сервис TED-Ed. Если вы переходили по моим ссылкам, то видели мультик «Мифа Параметея» и видели мультик… Все, выпало из памяти, какой я еще давала ссылка. Ну, «Мифа Параметея», который в джетеке я вам показывала. Это как раз мультик, созданный с помощью технологии TED-Ed. Что это вообще такое за сайт? Вообще это образовательный ресурс, который предлагает короткие фильмы, созданы учителями и мультипликаторами. То есть объяснение учебных тем посредством мультипликации. То есть там есть, например, мультики про Шекспира, про теорию Большого Взрыва, по физике, по биологии, по медицине. В общем, огромное количество, большая коллекция. Но они на английском языке. К каждому видеоролику уже созданы задания, упражнения, прикреплены к этому видео. И это как урок. Называется здесь «Lesson», «Урок». Уже готовые уроки на этом ресурсе есть. Учителя английского языка могут их использовать уже в готовом виде, даже особенно ничего создавать не нужно. Все уже бери и используй. Но если вы не учитель английского и хотите на русском языке создать подобный видеоролик, то для этого есть возможность. Заходим на сайт, регистрируемся и выбираем опцию «Create», «Создать». Выбираем возможность создать урок «Lesson». Здесь есть аккаунты и для учеников тоже. Здесь нет тоже такой возможности создавать классы. Но если ваши ученики зарегистрируются и будут работать с вашими видеороликами, вы будете иметь статистику по их работе. Сервис бесплатный, ограничений никаких нет. Единственное, что он англоязычный. Итак, поддерживает он видео с YouTube. Можно и по поиску что-то поискать, можно готовую ссылку добавить. Загружаем видео. Вот я загрузила видеоролик. И дальше открывается конструктор. Что здесь можно сделать? Давайте слева направо пойдем. Во-первых, можно обрезать видео. Для этого есть кнопка «Crop Video». Уже знакомая нам история, как было в сервисе AdPuzzle. AdPuzzle тоже в начале или в конце можно фрагмент отрезать. Дальше. «Lesson Title» – это название видеоролика. Прописываем, как будет называться наш видеоурок. Далее. «Let's Begin» – это какое-то описание, вступление. Давайте начнем по-русски говоря. То есть какая-то аннотация. Вы можете здесь написать задание, просмотреть видео, ответить на вопросы. Или аннотацию добавить, как хотим. Дальше. Дальше можно добавить векторины. Называются они… Идут они в разделе «Sync». Подумай. Векторины здесь двух типов. Есть открытый вопрос, где нужно просто вопрос вписать, а дальше участник уже будет отвечать. И вопрос с вариантами ответа. Здесь уже отмечаем тот, который правильный. И участник будет выбирать, соответственно. Что касается Google Диска. Есть сервис. Я, правда, сейчас уже подзабыла. Один из сервисов поддерживает загрузку с Google Диска. По-моему, он поддерживает AdPuzzle. Вот он ориентирует. AdAd только на YouTube работает. Можно попробовать в удобу добавить. Но там тоже есть свои сложности, потому что Google Диск – это ваша частная территория. И не все сервисы могут интегрироваться с Google Диском. Вот в чем проблема. Там нужен доступ, сервис к вашему частному Google Диску, потому что это ваше частное хранилище. Вот в чем проблема. Поэтому надо смотреть по сервисам, у кого прописана интеграция. К сожалению, по большей части они все интегрированы с YouTube. Ну, опять-таки, с компьютера в этот пазл выбираем. Он грузит с компьютера аж до 10 гигабайт. Там вообще все отлично с этим. Дальше. Что еще можно в TTT сделать? Кроме того, что в викторины добавить. Можно открыть вкладку DIG, DIP, Копни поклубже. И здесь будет дополнительная информация по теме. То есть это разные ваши текстовые комментарии. Можно гиперссылки добавлять, можно картинки добавлять. Ну, в общем, это посмотри видеоролик, почитай тему, ответь на вопросы. Вот так это работает. Если хотим, мы можем затеять дискуссию. В дискуссии принимают участие авторизированные пользователи. То есть вашим ученикам нужно зарегистрироваться. На вопросы викторины может отвечать любой. Там это не обязательно. А вот для дискуссии нужно, чтобы у участника было имя. И поэтому ученикам нужно сначала завести свой ученический аккаунт, и потом уже принимать участие в дискуссии. Вы прописываете тему, даете описание, о чем, собственно, дискутируем. Ну, а дальше смотрим комментарии. Здесь, как обычный чат. Каждый участник добавляет какие-то свои комментарии. Внутрь комментариев можно добавлять гиперссылки. Так, ну и последняя вкладка. Add, finally. Заключение, вывод. И, наконец, что у нас в итоге. Здесь можно добавить ссылки на ресурсы, которые вы использовали. Можно дать практическое задание. Например, вы ответили на вопросы, прочитали тему, а теперь-ка напишите нам, пожалуйста, сочинение. Или еще что-нибудь. Ну, в общем, тут как фантазия преподавателя подскажет. Здесь, как мы видим, задания и вопросы, они внутрь видеоролика не вмонтированы. То есть сначала нужно посмотреть, а потом уже поотвечать. Либо делать это параллельно. Посмотрел кусочек, поставил на паузу, ответил. Пошел дальше смотреть. Ну, вот таким образом это работает. Здесь, в общем, все неплохо. Ограничений нет, это здорово. Аккаунт студенческий есть, можно авторизироваться. Вы всю статистику получите, если у вас авторизированные пользователи. Кто как ответил, кто что посмотрел и так далее. Единственное, что нельзя встроить на страницу сайта и блога, только по ссылочке можно делиться. Ну, а в целом, очень интересная организация видеоуроков. Поставим плюсик.